11 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2472, тема «Проповедь благовестия». Сейчас появилось много сборщиков добровольных пожертвований на строительство храмов и монастырей. Но вот уже и в мирских газетах пишут, что без официальных разрешений за определенными подписями людей от епархии, от патриархии, как бы без мирных грамот не признавать таковых за действительных, потому что очень уж много шулеров, мошенников появилось, тех, кто наживается на этом. Думаю, что немало тех, кто от имени православных пытается проповедовать, как разные лекари от сглаза и от потенции, а на самом деле говорит не то, что нужно. А им тоже нужно давать какую-то официальную грамоту, что они имеют право учить народ, что они не искажают истинное православное учение, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Даже обязательно, если есть таковая возможность, как при нынешней свободе. Крестовозвиженская община. Престольный праздник 14-27 сентября. Свидетельство. Дано иеромонаху Нафонаилу Судникову Николаю Николаевичу 1974 года рождения в том, что он является заштатным клериком Ишимско-Сибирской епархии Русской Православной Церкви за границей, членом Варнаульской Крестовозвиженской общины. Как православный христианин, а тем более священник, он благословляется на всестороннюю православную проповедь о Господе нашему Иисусе Христе в любом месте, где бы он ни находился. Согласно заповеди Христа. Ивангелие от Марка 16-15. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Ивангелие от Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Конституция Российской Федерации, статья 28. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Статья 29, пункт 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Закон о свободе совести и религиозных объединениях. От 26 сентября 1997 года. Статья 3. Право на свободу совести и свободу вероисповедания. Первое. В Российской Федерации гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания. В том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой. Свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними. Просим всех представителей власти гарантировать иеромонаху Нафанаилу соблюдение его конституционных прав и оказать содействие в проповеди православной веры, не искаженной 70-летним надругательством советской власти. Благочинный церквей Алтайского края РПЦЗ Протоверей Иоаким Лапкин. Подпись и дата 9 февраля 2003 года.